Если вы любите простые в приготовлении и необычные блюда, тогда очень рекомендую обратить ваше внимание на этот интересный вариант, как приготовить фаршированный батон в духовке с курицей и овощами. Этот простой рецепт фаршированного батона в духовке хорош тем, что в качестве начинки можно использовать абсолютно все, что есть в холодильнике, грибы, овощи, мясо, такая закуска придется по вкусу и взрослым, и детям. Необходимые ингредиенты, досмотревшим ролик до конца. 1. Первым делом вымойте филе, отправьте его в кастрюлю с водой, отварите до готовности, затем остудите немного и нарежьте небольшими кубиками. 2. Очистите и измельчите кубиками лук, морковь и кабачок натрите на средней терке, выложите овощи на сковороду с небольшим количеством растительного масла, обжарьте до мягкости. 3. Также можете добавить в рецепт приготовление фаршированного батона в духовке и другие овощи по вкусу, а также специи и сушеные травы для аромата. 3. Батон аккуратно разрежьте, острым ножом извлеките мякоть. 4. Обжаренные овощи соедините с курочкой и как следует перемешайте, подсолите и поперчите по вкусу. Для сочности можно добавить немного сметаны или майонеза, например, выложите начинку в батон, разровняйте. Подписывайтесь и ставьте лайки. 5. Натрите на терке сыр, присыпьте им сверху, отправьте в разогретую до 180 градусов духовку и выпекайте минут 20-30 до аппетитной корочки. 6. Вот и все. Фаршированный батон в духовке в домашних условиях готов. Немного остудите его и нарежьте порционными кусочками, можете подавать к столу. Кстати, очень удобно брать такую закуску на природу. Ставим лайк и подписываемся. А теперь ингредиенты. Куриная грудка, 2 штуки. Луковица, 1-2 штук. Морковь, 1 штука. Кабачок, 1 штука. Батон, 1 штука. Растительное масло, 2 столовые ложки. Сыр, 100 грамм. Соль, 1 щепотка. Перец, 1 щепотка. Количество порций, 6-8. Щелчок, клик, нажатие на лайк. Это всего лишь секунда в твоей жизни и целый поток хорошего настроения и мотивации трудиться дальше для автора. До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok